Казанский федеральный университет заметно поднялся в глобальном рейтинге QS, улучшит свои позиции на 50 пунктов. Среди российских вузов КФУ расположился на 12 месте. Кроме того, университет по-прежнему располагается в рейтинге выше, чем другие федеральные университеты. Для институтов попадание в предметные рейтинги является основным показателем эффективности. На сегодняшний день имеются хорошие результаты по гуманитарным наукам и искусству. Восьмое место по России. Университет нацелен на продвижение таких направлений, как лингвистика, английский язык и литература. С 2013 года, когда уже была утверждена программа повышения конкурентоспособности вузов, наш коллектив более адресно, более конкретно работает в данном направлении. Для достижения таких результатов были изучены опыты вузов, которые сегодня входят в сотни мировых университетов. Коллектив института участвует в различных научно-образовательных мероприятиях мирового уровня. Таким образом статус вуза повышается и университет начинает входить в состав мировых ассоциаций. Буквально несколько лет назад вошли в ассоциацию языковых тестеров Европы. В эту организацию, в эту ассоциацию входят 74 университета и недавно мы тоже стали членами данной ассоциации. В состав ассоциации институт вошел с проектом по татарскому языку. Сегодня кроме КФУ данной программы никто не занимается. В 2017 году по направлениям английский язык и литература институт набрал 50,2 балла и занимает 285 позицию в мире. Но нужно понимать, что данной проблематикой занимаются практически все страны. И поэтому достигнутый результат это хорошее достижение. Мы совместно с министерством образования, правительством нашей республики решили заниматься вот этими вопросами. В настоящее время в институте нашем функционирует центр тестирования по татарскому языку. И мы консультируясь, общаясь, работаем с ведущими мировыми экспертами в данной области. Одна из ближайших задач – это организация и проведение саммита языков и культур в октябре 2017 года, где будут обсуждаться вопросы в области сохранения и развития языков и культур. Благодаря сотрудничеству и поддержке зарубежных ученых и экспертов, университет уверенно движется вперед. Мы хотим, чтобы саммит получил международное мировое признание. Наверное, в первые годы пока этого будет добиваться, достичь сложнее. Но в последующие несколько лет у нас есть свое видение, свои некие уже ориентиры, куда мы хотим прийти. Одним из основных направлений педагогической деятельности сегодня является формирование гуманитарной личности, что требует выработки эксклюзивных качеств у будущего выпускника. Подготовка специалиста направлений искусства и гуманитарной науки подразумевает формирование личности, обладающей широким арсеналом профессиональных знаний, планирования культурной деятельности, а также детальный разбор классического современного искусства, философии, мертвых и современных языков. Аурелия Сташкова, Ленар Довлетяров, Универниус.